Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель Ярославской духовной семинарии и Ярославского педагогического университета. Мы продолжаем читать и комментировать свиток из сфири. Перед нами восьмая глава. В тот день царь Артаксеркс отдал царице сфири дом Амана, врага иудеев. А Мордохей вошел перед лесу царя, ибо эсфирь объявила, что он для нее, и снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордохею. Эсфирь же поставила Мордохея смотрителем над дома Амана. Все, что замышлял Аман против избранной богом общины, как мы видим, вышло против него. Как он желал обогатиться, разграбив чужие имущества, так и теперь, после его смерти, его дом оказался отдан в руки его врагов. Вот пример того мучительного недуга, о котором говорит Экклезиаст, замечая «богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему», или «тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, огорчении и досаде». И, как говорит книга-притч, богатство грешника собирается для праведного. Перстень, как знак сообщения царской воли, санкции, является важным символом, звучащим еще в истории Иосифа. Здесь, как мы уже говорили, перед нами, ну, скажем так, коллективный Иосиф, Мардахей с Эсфирью. Перстень снят царем и отдан на руку Амана, чтобы преследовать иудеев. И вот тот же перстень отдан Мардахею, чтобы распоряжаться имуществом убитого врага и остановить преследование единоплеменников. И продолжала Эсфирь говорить перед царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугеянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев. Маловероятно, что тут же после убийства Амана был приведен перед царские очи Мардахей, и были, собственно, совершены необходимые распоряжения об имуществе убитого. Слова «в тот день» скорее всего говорят о дне, наступившем после ночи пира. Тогда падение Эсфири Ниц указывает на то, что из сказанного царем она ясно поняла, что не вся просьба исполнена о даровании жизни, да, а ее желание сохранить жизни единоплеменников затушевана царем через блеск Аманова имущества. Поэтому она и вынуждена простереться перед ним вновь Ниц и вновь повторить просьбу, хотя, как верно замечает иудейский комментатор, если человек обратился к царю с просьбой и получил часть просимого, непристойно сразу просить об остальном, ибо царь может разгневаться, если его будут принуждать исполнить все сразу. «И простер царь к Эсфири золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала перед лицом царя, и сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение перед лицом его, и справедливо делась ее перед лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, Вугейнина, «Писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Простертый жезл царя, как мы помним из первых глав книги, означает дарование жизни и право голоса. Жизнь уже была обещана Эсфири, поэтому здесь царь дает ей право озвучить свою просьбу, не гневаясь, что она напоминает царю о ранее данных им обещаниях. Интересно, как мотивирует она своего супруга? От упоминаний о справедливости, к которой должен устремляться любой правитель, до указания на свою личную привлекательность для мужа, широкий арсенал средств, чтобы добиться цели. Интересную аллегорию видит здесь христианский толкователь IX века Робан Мавр. «Видящий параллель в отношениях между Эсфирь и Артаксерксом с отношениями Церкви Христа». Он пишет, «Царь Небесный протягивает золотой скипетр к молящейся царице, ибо он обильно одаривает ее кротостью, своей милостью. Она просит, чтобы старый указ бесчестнейшего Амана заменен был новым. Верно, таково стремление истинной царицы, чтобы всякое учение заблуждения, любые замыслы противников, которые древний враг, приготовляя через своих служителей для уничтожения народа Божьего, были опровергнуты и расстроены спасительными письменами Евангелия». Исключительно интересный комментарий на слова Эсфири, «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой», предлагает Раф Шломак Лугер. Он говорит о том, что, как странно было бы царице перед лицом мужа царя настаивать на том, что она все еще видит себя лишь в иудейской идентичности. Наоборот. Говоря о зле для ее народа, Эсфирь говорит о том, что не хочет, чтобы ее нынешний народ, то есть персы и медяне, к которым она теперь принадлежит через брак с царем, участвовали в таком зле и подвергали себя бедствию, то есть возмездию Божию. О иудеях же она скажет ниже, когда скажет, «И как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс, царице Эсфири и Мордахею Иудеянину, «Вот я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесил на древе, за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях что вам угодно, от имени царя и скрепите царским перснем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного царским перснем, нельзя изменить». Любопытную деталь сообщает книга о персидском законотворчестве. Царь говорит о том, что изданный указ нельзя отменить, а можно только скорректировать, выпустив новый. Указания на аналогичную практику мы видим, например, в книге пророка Даниила, где Дарий, при всей любви и почтению к своему сановнику Даниилу, не может отменить собственного указа и посылает его в ров со львами. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его. «И написано было все так, как приказал Мордохей к иудеям, и к сатрапам, и к области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов, на конях, на драмадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить». «В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим». Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро, и поспешно с царским повелением объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. «И Мордахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался». И вновь Артаксеркс не справляется полновесно с ролью главы собственного дома. Но в этот раз он хотя бы делегирует властные полномочия праведнику, а не злодею. Важно, что если указ Амана настаивал на истреблении иудеев как таковых, то указ Мордахея позволяет иудеям лишь подняться для собственной защиты и истребить лишь тех, кто жаждет истребить их. Интересно, что текст Септуагинты приводит вариант того, как могло бы с точки зрения представителей эллинизированной иудейской диаспоры выглядеть такое письмо. «В нем обстоятельно чернится Аман, которому инкриминирует не что иное, как государственную измену и желание подчинить Персию Македонии, о которой на самом деле на том историческом этапе не приходится еще говорить, как о реальном противнике Персам, воевавших не с северными македонскими областями, а с центральными и островными городами-государствами Греции. То есть перед нами налицо перенос повестки, возникающее после походов Александра Македонского на более ранние события. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходил повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Автор прекрасно запараллеливает фрагменты повествования. Его четырехчастное описание избавления идеально соотносится с четырехчастным же описанием грядущей гибели, данной в четвертой главе. Злодеи готовят избранной общине скорбь, Бог меняет ее на радость. Народ в трауре, Бог дает свет. Вместо плача и поста наступает день веселья и почета. Слова «сделались иудеями» точнее можно было бы перевести как «сделались иудействующими». Сложно понять, что это означает. Притворились иудеями, стали лояльны иудеям, но крайне маловероятно, что непосредственно приняли иудаизм. Иначе о них было бы просто сказано, что они сделались герами, то есть пришельцами. Глава заканчивается ясным спасительным действием промысла Божия, вновь избавившего свою общину от смерти. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова